Что скажете по поводу происходящего? И, собственно, начать я предлагаю с ситуации на передовой. Загадка участка фронта и населенного пункта Максимилиановка. Белоусов, российский министр обороны, поздравил с взятием, но там все не так однозначно. Ну и, в принципе, фиксируется определенное продвижение, и как сенсация недели просто стала известна. На самом деле, наверное, это было еще и раньше. Это переход в Часовом Яру канала, да, и бои уже непосредственно туда, глубже в городе, Часов Яр. Вот это как бы вот кажется, что на это обратили внимание. А на что не обратили? Не обращают внимания на то, что выполняется закон диалектики. Количество переходит в качество. И большому сожалению, это не у нас, а у противника. Вот та операция «Качели», протеологическая операция, она начала давать результат. Но наше высшее политическое руководство зациклилось не на ведении боевых действий, а на больше информационную составляющую. То есть у противника на первом месте в ведении боевых действий, а информационная составляющая это обеспечивает, то есть информационное обеспечение боевых действий. Понятно, да? То есть обеспечивает. А у нас точно есть наоборот. Сначала информация. Сначала идут вот эти, может, понятные, непонятные заявления, что мы там будем где-то курить, где-то кофе пить, где-то мужа, там все. А потом ведутся боевые действия. Потом мы обижаемся. Откуда же противник знал направление главного удара в летней военной кампании 23-го года? Так об этом каждый школьник знает. Даже бабушке на лавку. Выходишь на улицу, а бабушке спрашивают. Олег Иванович, а точно туда пойдут? Я говорю, а что-то? Кто уже все об этом сказали, даже тому подобное? Ну, естественно, а что вы думаете, и Герасимов об этом не знал, и противников? Да все об этом знали. Просто меньше надо... Вот сейчас чуть ли не вырвало слово такое, не телевизионное. Ну, лучше меньше говорить, а больше денег. Вот поэтому и получается, что сейчас надо вырабатывать какие-то меры. А какие меры? Ну, во-первых, военная наука знает только несколько способов, чтобы остановить движение противника. Ну, во-первых, это выделение... То есть... Вот видите, значит, все правильно. Значит, выделение соответствующих резервов для того, чтобы локализовать ситуацию на фронте. На фронтах. Это же не на одном месте, а на фронтах. И второе, пойти где-то в какой-то другом месте в наступательное действие, для того, чтобы противник перебросил туда свои силы и средства. Ну, что ж такое? Что такое? Ну, потому что наверняка вы ощущаете мой немой вопрос. Так это с этим связано? Вот эта массовая бусификация, брошенная у обочинах дорог, автомобили? Это связано, опять же, связано с неправильно выбранной стратегией нашего высшего политического руководства. И то, что они войну считают, что война идет по сценариям, которые они пишут, а противник ведет войну по законам войны. Вот, блин, вот ты смотри, вот по законам войны. А мы сценарий, вот написали сценарий, думают, что оно так пойдет. Они все же сценаристы, продюсеры, правильно же? Они же специалистов не спрашивают, которые, по крайней мере, обучались в военных училищах, потом в академиях и тому подобное, проходили службу на должностях, обучились чему-то, хотя бы как у Пушкина, да? Ну, все равно когда-то учились и знают, что такое. Поэтому ситуация реально критичная, я сразу говорю критичная. И кризисы были на одном направлении, сейчас кризисы развиваются на многих направлениях, но на многих, на Покровском направлении это оперативно-тактический кризис. На Торецком направлении оперативно-тактический кризис, на Торецком тактический кризис. На Угледарском направлении тактический кризис, который может перерасти в оперативный, то есть есть элементы оперативно-тактического. Вы упомянули Кураховское направление, да? Это южный фланг Кураховского направления, да, там Островское, там вот Курахово, это серьезный укрепрайон. Так вот, он окружен, естественно, преграды водные и тому подобное. Противник обходит Максимилианку, это с юга. Со стороны Горняка с севера обходит. Там они даже не будут Лопово атаковать. Они его возьмут в клещи. Значит, нашим придется отойти. А там уже недалеко до Покровска. Потому что Селидова сейчас обходит с двух сторон. Чем опасно? С одной стороны, это действие тактическое. Но чтобы победить стратегически, необходимо одерживать победы на тактических направлениях. Не бывает побед без тактических. А у нас все считают. А вот давайте выбрали. Сейчас выбрали почему-то. Главный удар – это Курское направление. Вот высшее военно-политическое руководство выбрало это главное Курское направление. Бросает туда все резервы. А другие направления считают второстепенными. Почему считается, что на Курском направлении куется знамя победы или тому подобное, а на других направлениях нет? А лично я считаю, что на Восточном фронте, на Восточном фронте будет решаться итоги Российско-Украинской войны, а не на Курском направлении. Ну вот, выбрали так. Поэтому давайте я могу только говорить, а меня никто не спрашивает. Моё мнение никого не интересно. Ну вот 300 тысяч подписчиков смотрят постоянно. Это уже хорошо. Но только я заметил одну деталь. Смотрят меня, меня уважают, смотрят на платформе Шелеста, а не на моей платформе. Поэтому давайте исправим эту ситуацию. На меня тоже подписывайтесь, но смотрите обратно на платформе Шелеста. Но на меня обязательно подпишитесь. Вот с чем ситуация сейчас, если так разобраться, кто историю изучает, кому история интересна. А войны, они проходят… Войны, это же они… Они все… Когда-то уже такое было. А тем более, если Российско-Украинская война, она чуть-чуть подходит к Первой мировой войне. Именно как на Восточном фронте, так и на Западном фронте. Это реально так. И получается, что сейчас где-то такая ситуация, где-то в сентябре, даже октябрь, начало октября 1918 года. Вот кому интересно, пусть посмотрит историю, что было в начале октября 1918 года. И сравнит то, что у нас происходит. Поэтому, знаете, я всегда говорю, слово это материальное. Я боюсь некоторые вещи произносить, боюсь некоторые вещи. Но как военный философ я даю направление. Направление. Поэтому в Гуглу все… Ну, искусственный интеллект можете набрать. Спустите, что там было в октябре 1918 года, Первой мировой войне. И он вам выдаст, по крайней мере, информацию, чтобы много там не читать, если я читал. По поводу Востока и по поводу Донбасса. Очень пару дней назад такой очень тревожный материал. На него, опять-таки, его там тиражировали некоторые там телеграм-каналы. Это материал местного телеканала о жизни в Покровске. В общем, там много где нет света. И, ну так, по контексту понятно, что уже много где и не будет там света. Отопительный сезон которого тоже не будет. И что в военном смысле, что, наверное, для нашего разговора более ценно и полезно, хотя и вышесказанно нельзя отметать, дубы дракона и укрепления в самом городе. Получается, что, ну, как бы, судьба Покровска предрешена. То есть, там не просто ждут противника, а там ждут его городские бои. Вот дело в том, что с начала войны мы выбрали стратегию ведения боевых действий в городских условиях. А городские условия – это городские бои, это самый тяжелый вид боя. А тяжелее еще – это форсированный водных преград. Почему-то наше высшее военное руководство посчитало, что таким способом можно сдержать противника и стачивать его. Поэтому до сих пор, когда смотришь сводки Генерального штаба, там такое количество санитарных и безвозвратных потерь, что думаешь, что уже скоро вообще население в Российской Федерации, которое на нас напало, уже не останется. Там уже скоро до миллиона дойдет. Сейчас 600 тысяч или 700. Мы все прекрасно понимаем, что во время войны данные о потерях никто говорить не будет. Это одно из самых секретных. Но опасность будет другому, потому что война-то заканчивается, а потом данные придется это раскрыть. Как бы это не был бы шок именно в обществе, это не привело бы к ступору. Почему? Потому что, опять же, еще раз повторяю, в информационной сфере есть два способа освещения. Первый – это как делал Черчилль во время Второй мировой войны, все рассказывал, сколько потерь, все рассказывал. И Советский Союз, который все скрывал. И наша власть выбрала второй этап, второй способ. Но вы меня спросили в городских боях, а городские бои – это метода советской армии, бывшая советская армия. Она, в принципе, атаковала, было наступательные действия. И само по себе фортирационное сооружение строила, стараясь в городах. Нет, ну мне скажут, Сталинградская битва. Да, но эта Сталинградская битва, это уже было… Так Сталинград, это уже был бы Советский Союз или нет? То есть поражение было или нет? А тут у нас каждый город-крепость. Может быть, это с одной стороны правильно, но с другой стороны, в городских боях… Вот сейчас я скажу по аксиому, которую у нас не говорят. Вот не говорят, да? И пытаются скрыть. А надо мы же ведь честно говорим, по крайней мере, то, что можно говорить, мы говорим честно. То, что нельзя говорить, мы просто не говорим, обходим стороной. Так вот, во время позиционных войн, позиционной войны, когда ведётся на открытых площадках, то есть в открытых, на открытых нападающий теряет три к одному. Ну, так оно и есть, три к одному. То есть на нападающих три человека, оборвающихся один. Так же само и с санитарными потерями ранены. А в городских боях один к одному. Даже ещё, может быть, если противник привёл, то есть сообразил и, типа, вот как в Авдеевке, где-то там подкоп сделал, где-то обошёл, там, то ещё, может быть, и минус. Обороняющийся больше будет потер, чем наступающий. Понимаете? И мы же не забываем, что появилась такая, как его, бомба, типа бомба вот эти, да, оружие так, ну, фаба, фаба, кабы, которая, с учётом её мощной, мощности, то есть, не имеет значения, круговой вероятный отклонения. Там сто метров, даже промажет, всё равно, поубивают, как высокоточное оружие. И тем более, там, самое страшное в этой бомбе, ну, такой мощности, это не сколько она попадает, это тоже страшно, а воздействие на окружающих. Это даже она промажет мимо, но воздействие на окружающих, контузии. А контузия, она приводит к чему? К снижению уровня морально-боевых качеств личного состава. Поэтому начинают отходить или там не выходят на боевые позиции. То есть, ситуация, то, что вы сказали по-покровски, это же не только сейчас по-кровски, Купинске то же самое, Боровой то же самое, то же самое, то есть, выводят и отводят. Но, слава Богу, что начали беречь гражданское население, беречь гражданское население и начали эвакуировать. Слава Богу, что на третьем году, году войны, начали, по крайней мере, заботиться о населении, по крайней мере, предупрежать. Но всё равно, где там было, сейчас взяли в Авдеевке, всё равно 100 человек, там 100 человек было, бабки старые, бабки, деды сидели в подвалах. Про Угледар это вы говорите, да? Я про Угледар говорю, да, про Угледар. Про Угледар там тоже, ну как, не только бабки, а ещё и мужики вполне себе здоровые. Мы что понимаем, мужики, дело в том, что бабки, куда им ели? Я к чему говорю? Люди старшего поколения, куда им ехать? Они всю жизнь работали на квартиру. Вот получили квартиру, самое богатство, что было, квартиру. А куда они приедут? Приехали, никому они не нужны. Те переселенцы, которые платят, не все ж могут заработать, ну не все, если представители старшего поколения что-нибудь свои дома бросать будут? Тут они и не уехали, это психология такая. Они никуда не уедут, я про это говорю. А государство не взяло на себя особую тяжесть за то, чтобы бесплатно. Те деньги, которые даётся, это ж реально, это ж не деньги, правильно? Это ж невозможно ни жильё снять, ни чего. Андрющенко, советник мэра Мариуполя, тоже на днях заявил, ну такое достаточно резонансное, сделал заявление. Говорит, в считанные дни, или там неделька, неделька туда-сюда, россияне пойдут в большое наступление на Запорожье. Что вы думаете по поводу этого участка и насколько там вероятен прорыв? Ну, опять же, мне нравится, что мои термины, мои слова сейчас употребляются ведущими военными экспертами, специалистами, специалистами, а также в том числе и противникам, которые тоже взяли их на вооружение. Я про фазы, про синусоиды и тому подобное. Я не слышу, что начали говорить моими словами. Но это правильно. Так вот, сейчас в настоящее время заключительная фаза летней военной кампании 24-го года. Вот она, заключительная фаза, в ноябре она должна закончиться. До 5-го числа она заканчивается. Потом военные переходят на осенне-зимнюю кампанию. Всякая фаза, когда планируется, оно же не просто так, вот давай мы туда пойдем, мы туда пойдем, а давай мы туда. Товарищ прапорщик, может бахнем, бахнем и раз, но в следующий раз. Такой не будет. В армии всегда все планируется, все планируются. Даже у самых бестолковых, как у нашей пропаганды, у этих рашки там всякие, тупые все, но все равно они тоже планируют. И наш генштаб планируют. Так вот, в планах есть, заключительная кампания, должен быть какой-то этап. Вот сейчас, какой этап? Сейчас, то есть, последний аккорд. Для того, чтобы потом перейти, начал подготавливать к зимней кампании, и выйти на лучшие рубежи обороны, ну, потому что зимой-то особо-то, воевать-то будут, но там продвижение будет намного медленнее. Сразу говорю, намного медленнее. Ну, знаете, вы тут военных специалистов и экспертов хвалите. Есть такая Бобромская, спикер Луганск, оперативного направления. Она говорит, россияне к зиме не готовятся. Представляете? Нет, ну, они вообще, ну, какой зима? Ну, я вас спрашиваю. Ну, к чему они к зиме готовятся? Они, что, бухают, вообще не воюют, да, там разложения. Вообще-то это не противник, а это хер знает что. Вы же понимаете, вот такие, вот такими заявлениями... Она имела в виду, что они хотят решить все вот, до зимы. Нет, до зимы, еще раз говорю, до зимы, до 5 ноября. Сейчас по планам, до 5 ноября. Потом, еще раз говорю, до 5, это ли зимний период обучения, летний период обучения, ну, ничего не меняется. Это мы, мы российско-украинская война, а у них специальные военные операции. То есть армия живет по своим законам, а специальные военные операции живет по своим законам. Ну, мы же ведь, у нас ведь все перекручено, я же пытаюсь объяснить, как они думают, а у нас думают, что они вообще не думают. Так вот, возвращаясь к тому, военные выполняют задачи высшего политического руководства. Раз. Высшее политическое руководство может быть, и завтра скажет, все, мы сдаемся, контрибуции, все, все отдаем, складаемся полномочия, ухожу в этот морозильник, на мое место приходит другой, Россия распадается, может и такое бы, я устал, я ухожу, может и такое бы, но я еще раз говорю, а военные к этому, военные готовятся к другому, они планируются. Так вот, сейчас заключи по заключительному этапу, они должны что-то сделать. Какой будет этап? Если, например, сейчас вот уже у нас 19 число, да, само по себе наступательная операция, если брать, вот 10, то есть декады осталось, полторы декады, полторы декады, за полторы декады можно провести наступательную операцию, то есть, 24, 72 часа, а потом 5 суток, 5 суток, да, 120, поэтому раз пошли за это время, то есть до 25 до 30, а потом закрепиться. Я говорю по временным срокам, сроки временные. Следующее, возможно это, время есть? Есть. Второй, второй этап, второй разведпризнак. На запорожском направлении идет сосредоточение резервов? Идет, идет, но оно идет не только на запорожском направлении, оно идет еще и на Купинское направление, а конкретно на Южно-Купинском фланге, там где, как оно, Пречистовка, или там Южный фланг, вот мы называем Пречистовка, Кругляковка, вот там оно, то ли там и идет накопление личного состава? Идет, идет, значит, просто так и накапливаются, не будет личного состава, если они накапливаются, они воюют, значит, идет разложение, бухают, значит, идет разложение, командир этого не допустит, значит, или бой, или переформатирование и отходят назад. Есть разведпризнак. Третий разведпризнак. На Запорожском направлении, на Купинском направлении ведутся сейчас активные удары авиации. Идутся. Да, это реально. Реально удары очень серьёзные. По крайней мере, я сейчас два направления. Видите, я беру юг и север. Я специально так говорю. А центры я не беру, потому что там и так накоплены резервы. Они, по всей видимости, чего-то ждут. Потому что, если так разобраться, то в последнюю неделю, в последние две недели, было относительное затишье. Ещё раз говорю. Относительное затишье. А что делается в Ацзизе? Этюбное скопление силы СРС. Разведка боя. Проводят разведку боя на Запорожском направлении? Проводят. Проводят. На Купинском направлении пошла информация, что якобы в Скругляковке мы выбили противника, который зашёл на Восточную Украину. Была информация такая. Выбили. Значит, они там были? Были. Значит, отошли. Ну, смотрите. Ну, прошло. Там были вопросы, потому что на картах Дипстейта оно как-то не помечено было. И вообще как бы заходили туда или не заходили. ДРГ туда заходили. Или основные части зашли и вышли. Но ГУР нам показали, что отбили село. Единственное за последнее время село, которое отбито силами обороны Украины. Да? Это было. Ещё раз. Можно... В войне не бывает что-то достоверное. В войне бывает так вот... Я всегда даю лаг 72 часа. Почему? Потому что туда... Тут 72 часа, но вообще-то ничего не решает. Потому что атака, а потом контратака. Отошли. Может быть, проводили разведку боем. А написали, что зашли подразделения, типа батальон или полк. А реально там два человека пришло, флаг повесили или с дрона скинули, сфотографировали и показали, что мы заняли. Ну, и там все прекрасно понимают, как ведётся война. Так вот. Что? Есть вот эти признаки, по которым нужно сказать, что в ближайшие 10-15 дней возможно какая-то оперативная, может, оперативно-стратегическая операция, связанная с южным и северным участками фронта. Возможно. Но, сразу говорю, но... Я говорю по военным, по военной составляющей. Военные, как военные думают. Но война сейчас ведётся нисколько... В стратегии Российской Федерации у них нет задач прорывать наш фронт. У них нет задач. У них задача на тактическом уровне. Прошли. Ну, 5 километров. Ну, 5 километров проходили. На Угледаре 5 километров проходили. Ну, 10. Прошли, остановились, закрепились. Нет такого, что тактические пробили, потом оперативно-тактические, потом вышли на оперативный простор. Нет такого. Даже если у нас там никого не будет, они не пойдут. А вот теперь я объясняю, почему они не пойдут. Дело в том, что сейчас, как и в Штатах, в Вашингтоне, так и в Москве, самая основная задача, чтобы не допустить перехода войны за территорию Украины. Ну, у нас так, вот, война на территории Украины. Вот такая война. Хотя всегда руководители, задача руководителей делать так, чтобы войну на свою территорию не допускать. Ну, вот противник пришел, а мы это, я говорю, это мы будем после войны разбирать, что, почему, как, и тому подобное. Ну, в Курской области есть война, поэтому уже перешло. Это не война, это плацдарм, если говорить по военными словами, это плацдарм, который сейчас закрепили с вооруженной силой Украины. Для чего? В течение первого месяца я говорил, что это плацдарм для того, чтобы выйти на Курс, и тому подобное. Но после того, как мы не реализовали свое преимущество на Курском области, данный плацдарм перешел в мобильную оборону, а сейчас переходит в позиционную оборону, а потом, может быть, он просто скукожится, он сойдет, он скукожится, само по себе ничего не будет, потому что нет ресурсов у нас для того, чтобы это все удерживать. А противник назвал это, что там на Курском направлении? Не военную операцию, он что назвал? Контртеррористическую операцию, даже он не считает, что это военная составляющая. Так вот, возвращаясь, почему? Не делает, не будет никаких прорывов, чтобы Запад не ввел свои войска на территорию Украины. А он прям рвется, Олег Иванович. Нет, он не рвется. Если будут прорывы, еще раз говорю, если будут прорывы, серьезные, на оперативную глубину, то отдельные страны НАТО ведут свои войска на территорию Украины. Но это будет не надо. Отдельные страны. НАТО не ведет. НАТО не ведет. Но отдельные страны ведут. Если будет угроза, то есть что значит оперативный прорыв? Это значит пошли, мы не можем сдерживать, начинают войска брать в окружение большими часами, то есть полка, дивизии, то есть бригадами, в окружение брать, в окружение. Войска начнут массово, типа массово начнут отходить. Отходить куда? На левый берег Днепра. Это начинается, начнется не плановый отход. Вот я всегда говорю, плановый отход. Не отступление, а плановый отход. А если начнется отступление, которое превратится, не дай бог, в обрушение фронта, тогда Запад, то есть тогда отдельные страны Запада для того, чтобы не было обрушения, ведут свои войска. И об этом Москва, Кремль об этом знает. И они это не делают. Поэтому идут потихоньку. Вы меня спросите, а что они не добиваются своих политических задач военным путем? Добиваются. Но путем какой? Медленной, медленной войны на истощение. Вот что, война сейчас идет на истощение. Не занятие территории, а занятие пространства. пространства. Подождите, тогда по вашей логике, я сейчас... Это не моя логика, это моя логика. Нет, смотрите, я сейчас максимально, ну так, упрощенно, максимально по-дилетантски. Есть же мнение, что Зеленскому нужно поднять градус, ну и там, план победы уже всю неделю, в середине недели, в среду был презентован украинцем, потом повез он его в Европу. Многие оценивают, что это как бы... Ну, в общем, он втягивает НАТО в войну в Украине. Это заявление, опять-таки, никто на нем не ставит акцент. Говорит, что Зеленский там, ну, в Европе, во время визита, вот на этой неделе, говорит, что готовьте свои бригады, готовьте свои бригады, наши сточатся, ваши будут нужны. Это как бы четкая, прямая речь Зеленского. Ну, об этом никто как-то особо не тиражирует, не говорит, все как бы забито, ну, другими, там, месседжами, тоже важными, но тем не менее. Судя по этой логике, тогда просто Зеленскому нужно дать приказ отступать километров, и так, ну, для начала на 50. Российские войска будут двигаться дальше, и на этом марше продвижения, ну, сбудется, искомое. Войска НАТО зайдут сюда, но возникает вопрос. Зайдут они сюда, ну, и получат ракетами, получат там искандерами, кинжалами, то есть их, ну, это же не священная корова, чтобы их беречь, не так ли? Да, не будет, то есть, это при, российско-украинская война перейдет в войну не ядерную на первом этапе с отдельными странами НАТО, еще раз говорю, не с НАТО, с отдельной, а потом оно перейдет в ядерную, война, война между Российской Федерацией и НАТО будет ядерной, это одно знание, это аксиома. И дедушка Ба, то есть, я его как-то ласково называю, президент своего Штата Америки Джо Байден, значит, когда его, когда, то есть, вот этими месседжами, которые вы сказали, путем втягивания, то есть, они посчитали, еще раз говорю, тут ведь вопрос такой, когда, всегда шучат, то, что ты говоришь, ты должен считать, что твой смысл будет понятен твоим партнерам, а это, если мы сказали, а партнер может понять совершенно по-другому, видеть, не значит знать, знать, значит, видеть, ты видишь мир не таким, каким он есть, а какой ты есть, это в Тануде, написано древнееврейском, какой ты есть, а не каким он есть, мы считаем так, раз Путин, как это, аберратный, я сейчас говорю, месседжи западной прессы, вот вы же сказали месседжи западной прессы, правильно, и я то же самое, значит, мы, западная пресса считает, что президент Зеленский своим планом мира, пунктом первым, значит, посчитал, что для Путина прием Украины в НАТО будет неприемлем, и для того, чтобы этого не было, Путин сядет за стол в переговорах, ну, сядет, раз, раз, они скажут, да, мы тебя примем, примем вас с НАТО, и раз Путин сказал, а давай, все, садимся за стол в переговорах, да, ну, наши, кто писал план, так посчитали, правильно посчитали, ну, может быть и правильно, потому что мы, что, мы же владеем, мы же вообще информацией никакой не владеем, может быть, завтра Российская Федерация развалится, сейчас надо уже переходить, сейчас, это октябрь 1918 года, Российская Федерация, тогда империя царская, что-то, уже революция была, уже вышла из войны, уже революция. 17-й год революции. А? 17-й? Правильно, я говорю, 1917 уже революция, уже развал Российской империи, развал произошел, может и наши, кто это писал, думал, все, сейчас, и развал Российской империи, развалится, и мы тут будем цареваты, да, ну, может быть, так думают, но истории-то особо-то не знают, откуда они историю знают, они же это все, это ж не бар, царское это дело, историю изучать, а тем более, шесть самураев или семь, люди, которые управляют такой страной, я так, представьте, я вот представляю, когда человек был, я же, если брать из военной составляющей, был на должности одной, а потом раз его назначают, это всегда в течение полугода, крышу сносит, и ты думаешь, что все, жизнь сюда лазила, но потом умные командиры, бам, по башке, и сразу стоят на место, и ты начинаешь выполнять обязанности, как и положено, а тут ведь крышу с ней сносит, сносит ведь вообще, а в итоге западные партнеры, что сказали, остановились, остановились, и все, притормози, притормози, они остановились.